Значит, ну, начнем с самого простого. Что вообще такое таймфрейм? Ну, это, скажем так, неумелое или дословное повторение английского слова, которое на русский язык переводится как временной интервал или временной отрезок. То есть это когда продолжительный день, например, делят на какие-то кусочки и для удобства трейдера представляют изменение цены в диапазоне вот этого времени. То есть, например, дневной график – это изменение цены в течение дня в виде одной полосочки, одного бара, одной свечи, одного какого-то другого элемента. Пятиминутный таймфрейм – это когда каждое движение инструмента представляется в виде движения за конкретно эти пять минут и так далее. То есть, я думаю, такие простые базовые вещи вам и так понятны. Значит, таймфреймов на самом деле очень много и, скажем так, бесконечное множество. Так же само, как вы можете бесконечно нам большое количество разделить одну секунду или один сантиметр проведенного отрезка на бумаге в клеточку. Тут появляются у нас и миллиметры, и нанометры, и так далее, и так далее. То есть, вы можете это все дело разделить на мельчайшие части. Значит, ну, для чего вообще было предложено, скажем так, и зачем вообще нужны нам эти все мелкие таймфреймы. Существуют разные стили торговли, как вы наверняка знаете. Есть среднесрочная торговля, есть как бы так долгосрок, есть внутри дня, есть арбитраж, высокочастотный трейдинг, скальпинг и так далее. Довольно-таки много разных способов зарабатывания денег на рынке. Мы сейчас не говорим конкретно про рынок Форекс или рынок акций или там криптовалюты. В принципе, практически любой, где есть покупатели-продавцы и где есть какой-то товар, представленный в графическом виде. При этом я хотел бы, чтобы у вас в голове всегда, скажем так, вращалась мысль, когда вы начинаете думать, что этот таймфрейм лучше другого таймфрейма или, например, пятиминутка лучше или хуже дневки или еще что-то. Вспоминайте, с чего это все начиналось. Когда-то давным-давно, скажем так, на заре трейдинга в 19-м, а потом в 20-м веке, когда цену акций на американской бирже присылали по телеграфной ленте, был такой тикерный аппарат, где, скажем так, точечками тире присылали цены инструментов и их записывали мелом на грифельной доске. И возникает вопрос, а неужто они были тогда дураки все и не знали, как нужно торговать. Но результат нам говорит об обратном, что даже без применения всевозможных магических методов в виде Фибоначи, Ганна, маржинальных зон, лунных затмений, все-таки они смогли заработать и первые свои миллионы Рокфеллеры заработали, скажем так, именно в те времена, вот через тикерные аппараты и так далее. Поэтому думайте о том, что почему, собственно, этот таймфрейм, а не какой-то другой. Вот как бы всегда вращайте эту мысль у себя в голове. Значит, такой стиль торговли применяется в первую очередь для долгосрочной торговли. То есть это если у вас горизонт торговли, скажем так, недели, месяцы и годы. То есть если вы инвестор, вы, конечно, не будете смотреть на таймфрейм меньше там недельного вообще. Вам будет абсолютно все равно, что пять минут назад стоило Тесла столько-то, а месяц назад там Амазон стоил столько-то. То есть если вы себе формируете инвестиционный портфель или долгосрочный там пенсионный портфель делаете, или делаете портфель акции для там обучения ваших детей, то есть накопить прибыль таким образом, то вас, конечно, мелкие таймфреймы вообще не интересуют. И у некоторых брокеров есть именно специальные типы счетов, которые как раз не спекулятивные, а именно предназначены для инвесторов, которые не позволяют вам совершать много сделок внутри дня, а именно предназначены, чтобы купили и как бы и забыли. И там лет через пять, через десять вы уже там либо выкупаете, ну, как бы продаете эти акции, либо просто получаете прибыль путем дивидендов с этих бумаг. То есть вы спекуляции на этих инструментах не производите. Дневки нам нужны вот для чего. Если мы инвесторы, если смотрим в долгосрок, или если мы торгуем на именно среднесрочной торговле, тогда нам, конечно, нужно рассматривать это все на дневном графике. Ну, или я вот, например, когда делаю домашнюю работу, смотрю и недельный, и месячный, если не хватает дневки, если слишком, скажем так, мало информации. Например, когда был апрель-май в прошлом году, когда коронавирус только начался, то приходилось смотреть и на более крупный таймфрейм, чтобы увидеть, куда это там Форд падал, когда он был по 4, там 30 примерно, куда остальные акции стремились. И тогда было видно, что они потихоньку шли к ценам 2008 года. Но кто-то там, крупный игрок, так называемый, не дал этому случиться, или не дал повториться. Поэтому дневочка наше все. Плюс также дневной график очень помогает вам, если вы не имеете возможность сидеть за монитором целыми днями. Когда у вас есть какая-то основная работа, и вы не можете сидеть, высиживать точку входа на 5-минутном таймфрейме, или еще там где-то, а вам нужно чего-то делать и зарабатывать на жизнь чем-то помимо трейдинга, то, конечно, дневка ваша и все. Если модели сложились на дневном графике, то этого будет вполне достаточно, чтобы вы потратили несколько минут на вход в сделку и были свободны до конца этого дня. То есть, в этом плане дневка вам очень может пригодиться именно для того, чтобы сохранить свое, скажем так, зрение, здоровье и все остальное, а не высиживать. Поэтому дневочка удобна. Что меньше дневки бывает и вообще какие таймфреймы? Ну, там 4 часа, 3 часа, 2, 1, 0 пуск. Значит, на часовом таймфрейме удобно, и на любом таймфрейме ниже дневки удобно торговать, когда вы торгуете внутри дня. То есть, если у вас есть определенная торговая система, которая позволяет вам входить в сделки на основании ваших каких-то размышлений, то, конечно, вам дневка особо не нужна. У вас есть много времени, есть там всевозможные стили торговли, и вы там находите себе обоснование, оправдание для входа, например, на часовом графике или на 4-х часовом графике, веря, что крупный игрок разбивает день на несколько таких отрезков времени и как раз так и делает. Значит, в то же время, что ниже бывает? Ниже часа, конечно же, это минутные графики. Минутный график я использовал в свое время, когда увлекался, скажем так, арбитражом. Мелкий таймфрейм нужен арбитраж или скальпинг, или если у вас очень быстрые руки, и вы в состоянии это без алгоритмической поддержки открывать такие сделки. То есть, тогда мелкий таймфрейм, минуточка, может даже секунды, может даже тики. То есть, например, роботы в состоянии заходить в сделки и на тиковом графике, по большому счету, таймфреймов это как бы особо не существует на самом-то деле, это субъективное деление времени. И, например, тот же мой робот Advanced LP, ему вообще все равно, какой таймфрейм. Он как на дневке может работать, как и на минутке может работать, и он входит буквально в первые тики открытия нового бара. Это может быть новый день, новая пятиминутка, новая минута, неважно. Когда есть сформировавшийся таймфрейм или сформировавшийся бар слева от потенциальной точки входа. Вот, поэтому мелкие таймфреймы очень, очень, очень нужно быть быстрым, очень нужно быть, наверное, нервным в этом плане, что скальперы, они, скажем так, долго не живут в трейдинговом смысле слова. И у вас должно быть много времени. Это я плавно, скажем так, перехожу к третьему нашему пункту, отвечая на вопрос, для чего, скажем так, нужен каждый таймфрейм. То есть, каждый таймфрейм предполагает, как я сказал, разный стиль. Много времени, и вы внутри дня торгуете, тогда вам нужны там часовик, получасовик, 15-минутный таймфрейм, вы нашли себе там оправдание, нашли точку входа, нашли проторговку, вы зашли, порадовались, переключились на другой инструмент. Если вы торгуете в средний срок, или у вас есть другая основная работа, то крайне вам рекомендую, опять же, на своем опыте, как минимум торгуя и работая на основной работе до 15-го года, ничего лучше дневки не придумано, дневка и выше. Иначе вы будете плохо делать свою основную работу и плохо торговать. Поэтому дневка для тех, кто совмещает одно с другим. Дальше. Главный вопрос, к которому мы, скажем так, подходим. Какой же все-таки, как говорится, таймфрейм подходит новичку? Хватит уже воду лить, вы, наверное, думаете, да? Значит, новичку подходит дневка. Я крайне вам рекомендую тем, кто собирается торговать на Форексе, или собирается, например, завести денежку, на мой взгляд, в лучшую компанию для трейдинга, как Герчик Инко, и поторговать, и посмотреть, а удобно ли здесь, обмануто, не обмануто, какие свопы, спреды и так далее. Ребята, поверьте мне, дневка. Если мы говорим о трейдинге как о марафоне, о, как бы, идее заработать деньги не только сегодня, завтра, а еще и жить с этого, то дневочка. Завели денежку, включили дневной таймфрейм, и начинаете анализировать график о мелком таймфрейме, если вы новичок, забудьте. Не существует для вас ничего, кроме дневки. То есть можно вот так вот сделать. Смотрите, вот возьмете вот так вот. Вот так вот. Ну, то есть, вернее, вот так вот. Ремуф, ремуф, ремуф. То есть убрать, убрать, убрать и оставить. Все. Для вас будет дневка, неделька, месяц. Если вы новичок, не существует для вас никакого другого таймфрейма, на мой субъективный взгляд. Не надо вот туда заглядывать. Если вы уже набрались определенного опыта, или вам не хватает заработанных денег на дневке, ну, тогда вперед искать удачу на мелких таймфреймах. Значит, это что касается МТ-4. В МТ-5 для любителей как раз дискретных таймфреймов, помимо стандартных, есть вот тут, вот смотрите, возможность 3 минуты таймфрейма, 6 минут, 10, 12. И главный вопрос будет, а почему 12 хуже, чем 10? А почему 6 хуже, чем H4, например? Я, например, думаю, вот 8 число вообще красивое. Китайцы любят число 8, счастливое у них число является. Если вы прикинете, сколько китайцев, ну, я сам, когда в Китае работал и жил, то видел, насколько они азартны, и он может продавать какую-то ерунду в лавке, а при этом торговать какими-то акциями своих компаний, внутренних китайских. Так что, а почему бы нам не верить в то, что крупный игрок, вся коммунистическая партия торгует на 8-часовом таймфрейме? Почему бы не? Задумайтесь об этом. Поэтому в МТ-5, это МТ-5 обязательно, свеженькие, герчик, инкозе, все уже давно есть, вот недавно было обновление, будут быть разные таймфреймы. Хотите 2-х минутный, пожалуйста, хотите 4-х и все остальное. Главное, чтобы вы торговали по системе, и эта система вам денег приносила, а не просто из-за того, что вы прочли книжку про Фибоначчи, Ганна, волны Эллиота и все остальное, и вы такой, так, проведу-ка я уровень вот здесь. Ага, черт, все сломалось. Нет, давай буду искать точку входа на часовике. Так, нету. Ищем на М30. Нету. Так, пошел я на М2. Ммм, спред большой. Нет, пошел я на М5. Это ерунда какая-то. Это когда у вас, как-то, очень хочется войти в сделку, и деньги в кармане вам жгут, скажем так, этот карман, и вы начинаете придумывать себе оправдание, как же лучше эти деньги брокеру отдать. Следовательно, не нужно это делать. Деньги жгут карман, но отдайте их в детский дом. Там они, наверное, будут более рационально потрачены, чем вы просто так их сольете и будете рассказывать, что Форекс лохотрон. Поэтому МТ5 имеет больше функционал, но я уже не говорю о других торговых платформах, разных брокеров, то есть за пределами метаквотов. Существуют другие платформы, где вы можете тиковые графики торговать и так называемые крестики нолики, есть отображение графика, и все что угодно у вас может быть. Поэтому таймфрейм это важно, но не самое важное. Самое важное это система. Нет системы, у вас никакой таймфрейм от слива депозита не спасет. Поэтому вначале делаем систему, а потом уже ищем кнопку соответствующую, чтобы эта система там работала. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео.